Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Более 800 тонн продукции представили на ярмарке в Астане предпринимателей Карагандинской области. В резонансном деле о жестоком убийстве Аяулы Сулейменовой поставили точку. Какой приговор вынесли в отношении подозреваемого в расчленении 25-летней девушки? Румынское культурное общество Дакия отпраздновало свой 10-летний юбилей. Большая сельскохозяйственная ярмарка состоялась в эти выходные в столице. Останчане остались довольными качеством продукции из нашего региона. От Карагандинской области были выставлены 67 палаток. Аймамрина побывала на ярмарке. 9 утра, субботний день, столица уже проснулась. На площади перед Ханшатыром яблоку негде упасть. Люди на ярмарку идут с семьями. Их встречают палатки с продовольственными товарами и приветливые продавцы. Сегодня сельхозпродукции более 800 тонн на 150 миллионов тенге предоставила именно наша область. Представители крестьянских хозяйств и предприниматели привезли сюда мясо, молочную и плодо-овощную продукцию. У нас привезли более 500 суток колбас. Две тонны свинины привезли и осетра где-то 100 килограмм. Почаще делать таких ярмарок – это очень хорошо для нас, для производителей. Ну и покупатели узнают нашу продукцию. В открытии ярмарки принял участие глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Он отметил, что благодаря большому вниманию, которое президент страны Нусултан Абишевич Назарбаев уделяет сельскому хозяйству, эта важнейшая отрасль экономики продолжает динамично развиваться. Торговля идет хорошо. В основном уже с сегодняшнего дня продукция распродана. И это, конечно, радует наших товаропроизводителей. У них появилась возможность здесь прямую, без посредников организовывать торговлю. При этом, я думаю, что и жители Астаны удовлетворены. Особенно оживленно останчане встретили фестиваль «Баурсак» и «Кумыса». Все покупатели ярмарки смогли отведать эти лакомства и насладиться праздничной программой, которую тоже привезли артисты нашего региона. Узнать, с каким же настроением пришли жители столицы на ярмарку, я решила лично. Итак, узнаем, что же они ответили. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам настроение? Как вам ярмарка? Вы знаете, настроение у нас прекрасное. На ярмарке очень радуют цены. Да, цены очень низкие в сравнении с нашими астанинскими и с алматинскими тоже. Спасибо. Скажите, бабушка, как вам? У меня праздник на душе от того, что на мою маленькую пенсию я тут могу приобрести очень много необходимых для меня продуктов питания по самым ценам, по самым хорошим ценам. А насчет качества, вас устраивает качество? Качество меня тоже устраивает. Мясо очень красивое, качественное. Продукты очень устраивают. И очень-очень отличные овощи. Спасибо большое. Спасибо. Вот такую оценку дали останчане сельхозпродукции из Карагандинской области. Аймаврина Исламбегуспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Переобуться в обувь от карагандинских производителей призвал чиновников Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков. Таким образом, по мнению главы региона, мы сможем поддержать отечественных предпринимателей и противостоять искусственному повышению цен на товары. Давайте обуемся в местную обувь. Нормально, наверное, будет так, но для повседневной множества. Сегодня в областном Акимате обсудили состояние инфляции и результативность мер по сдерживанию цен на товары. Со слов докладчиков, несмотря на принимаемые меры, в регионе наблюдается повышение стоимости некоторых продовольственных и непродовольственных товаров. Пик роста замечен в шахтерской столице. Здесь подорожали 16 наименований товаров и услуг. Затем отличились Балхаш, Жесказган, Каражал, Приозерск и Сарань. Индекс потребительских цен в сентябре 2015 года, декабрю предыдущего года составил по области 103%, что выше среднереспубликанского показателя на 0,1% пункта. Цены на продовольственные товары выросли на 1,3%, что ниже среднереспубликанского показателя. Причиной подорожания товаров докладчики назвали все тот же импорт. Со слов чиновников, на рынке непродовольственных товаров процент ввозимого из-за рубежа составляет целых 85%, а отечественная продукция занимает лишь 15%. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков остался недоволен такими цифрами. С его слов, в повышении цен на импорт не всегда виноваты иностранные производители. Зачастую местные перекупщики утрируют проблему. Ссылаясь на высокую себестоимость, пытаются нажиться на людях. Аким области поручил чиновникам провести мониторинг ценовой политики казахстанских производителей. Если у наших дешевле и качественнее, почему бы не покупать у них, пояснил он. Аймам Ленажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В шахтерской столице назначен новый руководитель управления молодежной политики. В результате конкурсного отбора приказом главы региона на эту должность назначен Мерген Мукышев. Мерген Мирамович Мукышев имеет техническое образование. Начинал свою карьеру в аппарате Акима Казбикбийского района главным специалистом. С июля 2011 года до нового назначения был руководителем отдела социальной сферы и занятости аппарата Акима области. Как вы знаете, наш коллега в подставании Мирамовича направлен на обучение в Академию Государственного управления Республики Казахстан. Было принято решение направить через конкурс на под Мукышева Мергена Мирамовича, руководителя отдела социальной сферы и занятости населения на работе Акима области. На должность руководителя управления по вопросам молодежной политики и городской области. К другим новостям. На 13 лет колонии строгого режима осудили квартиранта, обвиняемого в жестоком убийстве Аяулы Сулейменовой. Расчлененное тело 25-летней владелицы квартиры нашли в разных частях Юго-Востока. Осужденный пытался скрыть трупы и следы преступления. Судебный процесс длился несколько месяцев. Каждое слушание доставляло родственникам убитые массу переживаний. Отец погибший и ее близкие готовы были растерзать подсудимого и его адвоката. Сегодня Казбекбийским районным судом подсудимый Эржан Траев признан виновным в убийстве и сокрытии следов преступления, а также в хищении золотой цепочки погибшей. Осужденный свою вину так и не признал. В последнем слове, высказанном на процессе, Траев упорно настаивал, что он виноват лишь в сокрытии следов преступления. Однако гособвинитель уверен в виновности подсудимого. Со слов прокурора, следственные мероприятия, проведенные полицейскими, полностью доказали это. Осужденному Эржану Траеву придется также возместить материальный и моральный ущерб в размере около 6 миллионов тенге. Родственникам погибшей. Также с него взыщут все судебные издержки. Однако близкие Айолы Сулейменовой недовольны статьей, по которой осудили Траева. Они намерены писать апелляционную жалобу и просить заменить статью на более тяжкую. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Караганденский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Продолжим выпуск. В Карагандинском регионе стартовал всеобщий субботник. В этом году на уборку территории были задействованы более 150 тысяч человек. Из них многие добровольные организации. На экологическом мероприятии побывала и наша съемочная группа. Каждый год в областном субботнике принимают активное участие горожане, государственные служащие, предприниматели, работники образования, ветераны и учащиеся молодежь Караганды. Добровольный руководств на этот раз носили лепту в базилине города, высадив свежих сибирских елей. Руководство решило внести вклад в благоустройство, в озеленение города. Мы очень любим свой город. И решили посадить сибирские ели. Вместе со всеми на субботник вышел и заместитель Акима области Андрей Ляпанов. Он призвал всех горожан принимать активное участие в последующих субботниках в благоустройстве любимого всеми города. Это стало уже такой доброй традицией, что с наступлением осени мы проводим мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов нашей области. Сегодня у нас областной субботник. Сам месячник объявлен с 28 сентября по 24 октября. В период проведения этого месячника будут высажены порядка 7 тысяч деревьев и кустарников во всех населенных пунктах нашей области. Сегодня у нас здесь общебластной субботник. На общебластной субботник привлечено более 7 тысяч коллективов, независимо от форм собственности. И также привлекаются, задействованы, скажем так, учащиеся в высших и средних учебных заведениях. Субботним утром собравшиеся высадили порядка 120 молоденьких сосеней сибирских елей. В целом же на этот день сахтерская столица довольно пополнилась зеленными насаждениями. Кроме посадков новых деревьев, проводились уборки дорог и дворов, очистились скверы. Гульза от Сахва, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Активное участие в областном субботнике приняли горожане, государственные служащие, предприниматели, ветераны и молодежь города. Около тысячи караганецов привели в порядок район Пришахтинска. Согласно поручению Акимата Карагандинской области, с 28 сентября по 24 октября текущего года будут проводиться осенний месячник по благоустройству, санитарные очистки и озеленению территории области. В мероприятии задействованы объекты малого и среднего бизнеса, государственные и частные учреждения. Сегодня по улице Социалистическая станет СПЛ-2, сильная школа номер 30, сейчас у наших депутатов городского масштаба проводится массовая посадка в зеленом соседении и уборка территории, безусловно, которые у нас находятся в пустой территории, на них сейчас проводится уборка. В традиционной акции труд была проведена массовая посадка деревьев. Только по улице Социалистическая в Пришахтинске приняли участие около 200 человек. Задействовано около 20 единиц техники и было посажено более 500 зеленых насаждений. Мы сегодня с учениками 10-11 класса вышли на областной субботник. Мы считаем, что это мероприятие – начало экологической чистой среды, и мы действительно рады принять участие в этом субботнике. Субботним утром, несмотря на неблагоприятную погоду, собравшись, внесли хоть и малый, но все же достойный вклад в благоустройство города. В целом же шахтерская столица довольно солидно пополнила зелеными насаждениями. Асель Сознабаева, Тулеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Любителям парной и ароматных веников больше не надо ходить в баню. Она приедет к вам сама. По улицам Караганды разъезжает самая настоящая сауна на колесах. Все подробности у Ларисы Хусаиновой. Улан Жумабеков с детства мечтал иметь свой автобус. Потом ему захотелось открыть сауну. И тут пришла оригинальная идея – совместить два в одно. В необычном автобусе удалось сделать несколько комнат, включая парную, караоке, душевую, туалет, кухню, гардероб и комнату отдыха. Объем резервуара для воды – 700 литров. Но, тем не менее, в автобусе нисколько не тесно. Все технические запчасти и материалы замаскированы под рундуки и шкафы. Сначала думали, какому-то современный автобус взять, там, Маны, Мерсы, там, Сетры. Но по многим параметрам оказалось, что они узковатые, слишком высокий пол, слишком технические возможности у них слабые. Поэтому начали искать вот такой автобус, он широкий был. Идея возникла год назад. Сначала Улан Жумабеков искал удобный автобус. Много времени ушло на оформление документов и получение разрешения. Через таможенный союз удалось отправить запрос. Так как у нас в Казахстане пока не слишком развита услуга бани на колесах, разрешение получили в Москве. В Караганде владелец автобуса обошел соответствующие инстанции. Всем идея очень понравилась. Многие даже давали свои предложения. Проекты, какие-то идеи они нам подсказали. Мы это все объединили, взяли нам нужное для себя, получили документацию нужную и предоставили Карагандинско-областной РЭО, также технодзор Карагандинско-областной. В бане на колесах имеется три вида отопления. Автономное, с помощью дров и дизельное. Такое новшество уже заинтересовало многих карагандинцев. Венгерский автобус Икарус 250-й модели уже готов принять своих первых клиентов. Лариса Хусейнова, Жасулан Накулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Румынское культурное общество «Даки» отпраздновало свое десятилетие. Для гостей была организована обширная программа, а также гости могли полностью окунуться в мир румынской культуры и народных традиций. Поздравить именинников приехали и почетные гости, чрезвычайно полномоченный посол Румынии в Казахстане Николай Урике и государственный секретарь по делам румынской диаспоры за рубежом Министерства иностранных дел Румынии Себастьян Ходко. В ходе визита была проведена встреча с заместителем Акима области Ануаром Ахмеджановым, где были обсуждены вопросы развития социально-экономических взаимоотношений между Румынией и Карагандинской областью. Гости посетили памятник румынским жертвам политических репрессий в Спасском мемориальном комплексе, где были возложены цветы в память погибших. Я очень рад побывать на землях Великих Степей. Отношения между Казахстаном и Румынией развиваются очень динамично. Благодарю Казахстан за поддержку румынского общества в стране. Я хочу, чтобы связи между странами были по-прежнему крепкие и исключительно дружеские. Благодаря мудрой политике нашего президента Нурсултана Абишевича сегодня в Казахстане дружно существует более ста этносов. Поддержка представителей различных общественных объединений нашего города послужила доказательством дружбы народности Караганды. Выступает этнофольклорный асамбль Дороли. В этом году именно примечательно то, что мы собрали как старые коллективы, так и новые коллективы, объединили в одно целое, и мы подготовили такой некий сюрприз для всех. То есть это будут танцы так и с прошлых годов, так и новые. И также мы попросили наших друзей, то есть это этнофольк-группа Романия, то есть вообще это румынская группа, и мы их пригласили сюда также выступить с нами. То есть у наших фанах это выступить с ними и на одной сцене, то есть вместе спеть. Также они будут выступать сольно. По сей день этнофольклорный ансамбль Дачи с успехом работает и активно участвует во всех мероприятиях Казахстана, также и далеко за пределами нашей страны. Общество прежде всего ставит перед собой задачу возрождения и развития культуры, родного языка, а также укрепление взаимопонимания между народами. У нас есть воскресная школа, которая работает. Также мы открыли лекторат румынского языка в нашем Каргусском государственном университете имени Букетов, где преподается румынский язык. Также у нас много связей сделано для этого, поэтому сейчас очень много студентов из Каргу. Сейчас учатся пять человек, учатся в Румынии. Наши дети, я сам лично в этом году еще человек шесть провел. Сейчас вот девушка будет выступать на сцене, после этого уезжает в Румынию опять на мастерат учиться. То есть совместная работа идет постоянно. Приглашенные могли наблюдать яркий танец «Имплотита энтрей», который помог солистам ансамбля «Дача» завоевать гран-при на фестивале в Румынии в 2012 году. Зрители с интересом любовались красочными концертными номерами участников. Выступающие через звонкие песни и зажигательные танцы смогли передать все красоты культуры и народа. А сердце Замбаева – телеген Рашидов Арман Нартаев, первый карагандинский. Завершение еще об одном. Бег по собачьи. Маламуты, хаски, немецкие овчарки демонстрировали вместе с хозяевами свою прыть и выносливость. Соревновались спортсмены-любители в городе Шахтинск. К слову, это уже не первое состязание, которое приносит массу удовольствия как владельцам, так и домашним питомцам. Амина Смакова продолжит. В состязании приняли участие около 40 собак. Соревновались они по трем дисциплинам – хэппи-дог, бэби-кросс и байк-джоринг. Первых двух питомцы вместе со своими маленькими владельцами должны пробежать определенное количество метров, ни разу не упав и не потеряв времени. Конечно же, вместе с ними бегут и родители. Последний байк-джоринг – это когда собачья упряжка запрягается в велосипед. По словам организаторов соревнований, основная цель этого мероприятия заключается отнюдь не в животных. Цель мероприятия – вытащить, здесь дело не в собаках, здесь дело в людях, вытащить людей. Посмотрите, вы не видите ни одного курящего на трассе, ни одного. У нас люди, у нас самая главная цель – это здоровый образ жизни, хорошее отношение к животным, природе Казахстана. Хаски, аляскинские маламуты, немецкие овчарки – эти сильные выносливые породы каждый год завоевывают почетные места. Но в этот раз и для самых маленьких сделали исключение. Четырехмесячная плюша японской породы Сиба-Ину показала не самые слабые результаты. Воспитывать только лаской. Только лаской, только на интересе это все строится. То есть собаке, если будет неинтересно, вы не заставите ее пробежать. Никакую, даже самую маленькую дистанцию. Питомцы вместе с хозяевами, друг за дружкой, вставали на старт и начинали бежать. Все с нетерпением ждали, когда появится восьмилетний Эрик Сорокопудов вместе со своей собакой Хаски. По кличке царица Майя земли Тимира. Эта пара всегда быстрая и без единой остановки. Пробегает необходимую дистанцию, обгоняют соперников. Мама Эрика своему сыну и любимому питомцу доверяет, так что сильно за них не переживала. Он у нас спортом занимается, бегает хорошо, поэтому я ему доверяю. И собаководы, и питомцы старались выложиться на 100%. Каждому владельцу хотелось продемонстрировать возможности своего любимца. Интерес участников подогревался и призами. Кубки – поощрительные подарки в виде корма, миски и игрушки для собак. Следующие соревнования, возможно, будут проведены зимой 2016 года. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Крагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире Аман Сау Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова